Это то, что у нас пришло в апреле на склад, и формат. Сегодня есть два ведущих, я и Алексей Гольцов, пресел инженер, я, соответственно, продакт-менеджер по сетевому оборудованию, отвечаю за это в частности. Соответственно, вы можете писать вопросы в процессе презентации, Алексей будет просматривать и отвечать либо голосом, либо текстом, ну, желательно, наверное, голосом, чтобы не было всем. Соответственно, будем показывать оборудование еще живую, поэтому, видите, Алексея можно на его изображение увеличить и увидеть изображение оборудования в большем масштабе. Так, ну, сейчас всем должна отображаться презентация. Я отключу свою камеру на всякий случай, чтобы канала хватило на нормальный голос, на передачу голоса. Да я, наверное, приветствую тоже, коллега. И наведу камеру сразу на оборудование. Всем добрый день. Сегодня у нас 8 новинок. Давайте, собственно, пару слайдов, как обычно, про компанию Vitec. Китайский производитель с 2009 года существует, с собственным производством штаб-квартиры в Шенчжене и с разработкой в Шенчжене и в Сычеване. Основное оборудование, основные спектры оборудования – это различные ПОЭ-коммутаторы и Wi-Fi мосты. На текущий момент присутствие данного производителя по миру – это в более чем 50 странах дистрибьюторы есть, и основные заказчики – это различного рода интеграторы, связанные с видеовым наблюдением и интернет-провайдера. Если чуть расширить, собственно, углубиться в спектр оборудования, то ПОЭ-коммутаторы присправлены как обычными управляемыми и неуправляемыми ПОЭ-коммутаторами, то есть в исполнении, скажем так, офисного, так и в промышленном исполнении коммутаторы ПОЭ. Это коммутаторы со встроенным контроллером питания, с возможностью питания от разных источников альтернативной энергии. Wi-Fi мосты беспроводные и различные оборудования для операторов связи. Собственно, давайте начнем с новинок. С первых двух моделей – это промышленные коммутаторы, управляемыми коммутаторами с функцией ПОЭ. Ну, Алексей, наверное, может опять показывать. Собственно, первую модель, вживую. Wi-PMS 306 GFI – это малопортовая модель. Четыре ПОЭ-порта у нее и два SFP-оплинка. Причем четыре порта у нее достаточно хитрые. То есть, два порта поддерживают и активное, и пассивное ПОЭ. Давайте я тоже на слайде попробую показывать. Алексей, кстати, не видно коммутатор почему-то. Я его сейчас показываю. А, у меня отобразилась. Задержка, видимо. Пару портов поддерживает функцию и активного, и пассивного ПОЭ с мощностью до 30 Вт. То есть, в автоматическом режиме они выдают либо 24 В, либо 48 В до абонента, и каждый поддерживает до 30 Вт. И два порта, соответственно, с поддержкой БТ-стандарта, то есть до 60 Вт они могут выдать. Они чисто активные, то есть 802.3 стандарта. Значит, два порта SFP, понятно, для подключения SFP-модуль. SFP-модуль можно использовать любых сторонних производителей. Вайтек не лочит по брендам, не привязывается, собственно, к каким-либо бренду, поэтому можно использовать любые сторонние. Также на передней панели можно наблюдать, собственно, скрытую кнопку включения-выключения FastRing функции. Соответственно, про нее чуть дальше будет. Ну, понятно, что там одинрейчный, то есть крепится на одинрейку, но также есть у него возможность, собственно, инсталляции на какую-то поверхность, на стену или на любую другую, с помощью вот таких вот идущих в комплекте вставок. Следующая модель, ну, дальше будут более глубокие характеристики, здесь мы пока общими мозгами идем. Значит, следующая новинка, MS-305 GFI, тоже малопортовая модель, тоже управляемый коммутатор, в принципе, по портам практически то же самое. Отличие только в том, что у него не два SFP-порта, а один только SFP-порт, но второй, соответственно, это POE-импорт, то есть порт, по которому можно подавать питание на данный коммутатор с помощью POE-технологии. При этом он может потреблять в максимуме до 60 Вт. По остальной начинке, остальному функционалу по портам одинаковые эти модели. Боковые стороны выглядят вот следующим образом у них, то есть два клеммных разъема, которые предназначены под подключение различного оборудования, то есть в частности, вот маленький клеммник, это под выход сигнализации, то есть сухие контакты выходные, входная пара вот здесь расположена под релеху внешнюю, и, соответственно, вот здесь расположены две пары для подключения внешних источников питания, двух источников питания, то есть можно подключать источники питания от 12 до 57 Вольт, но вот на корпусе указан нюанс, то есть если вы подключаете, соответственно, питание от 12 до 37 Вольт, то коммутатор будет работать только как коммутатор, но без функции POE. Если, соответственно, уже больше 37, до 57, то он уже не только как коммутатор обычный, но и как коммутатор POE, соответственно, работает. Что интересно, в данных моделях у нас появляется разъемка подключения, датчик, который идет в комплекте у нас с устройством, либо любой сторонний. Кнопка RESET на устройствах, собственно, присутствует, и лень. Коммутаторный датчик вот таким образом выглядит, не знаю, у Алексея есть или нет, чтобы показать. То есть это датчик, который можно крепить, в принципе, на какую-то плоскую поверхность, шнур, если мне память не изменяет, полтора метра. Да, вот Алексей датчик показывает. Вот так он вживую выглядит, идет в комплекте. Так, стоп. Так, идем дальше. Значит, более подробно про POE-IN, такая наглядная схема, собственно, как она реализована в модели PMS-305GF. То есть, как я уже сказал, порт позволяет запитывать коммутатор. Что это означает? Что можно использовать какой-то второй, ну, где-то в серверной, к примеру, коммутатор с достаточно высокой мощностью, то есть с портами до 60 Вт, и эти 60 Вт уже разветвлять на абонентов. Ну, получается, некий такой POE-повторитель, но управляемый. При этом, соответственно, нет необходимости иметь локальный источник питания около данного коммутатора. Это позволяет, во-первых, продлить непосредственно линк от основного коммутатора до абонентов, то есть увеличить линк, увеличить расстояние. Во-вторых, соответственно, это, ну, как я уже сказал, да, иметь возможность не использовать локальный источник питания. Более подробнее по, значит, автопои-порты, либо микс-пои мы их еще называем, то есть порты, которые поддерживают и 24, и 48 Вольт в автоматическом режиме, то есть это позволяет подключать, соответственно, абонентов таких, как, например, Wi-Fi-мосты, как правило, они 24-вольтовые, как у нашего производителя, так и у ряда других производителей, они 24 Вольт, либо, соответственно, камеры, то есть два порта в данном коммутаторе, они поддерживают автоматическое определение, какой абонент будет подключен. Также в данных коммутаторах и, в принципе, во всех управляемых коммутаторах от компании Vitec присутствует функция Watchdog, Smart Watchdog, которая позволяет, соответственно, перезагружать абонента, повисшего абонента в автоматическом режиме, то есть, как правило, это используется с повисшими камерами. Коммутатор определяет, соответственно, если камера повисла, то он перезагружает ее, перезагружает непосредственно только на одном порту, и, то есть, нет необходимости администратору вмешиваться в процесс. И дополнительно к этому управляемых коммутаторах, соответственно, можно еще и настраивать по расписанию работу портов, включать и выключать их в определенное время, там, перезагружать, ну, достаточно гибкий механизм. Ну, здесь, да, на данном слайде более подробно про сухие контакты, то есть, входная группа, соответственно, позволяет, к примеру, значит, подключать датчики от различных, вернее, рельехи, да, с различными вариантами использования, то есть, к примеру, на открытие дверей, если реле срабатывало, то сработало, то можно, соответственно, этот аларм отправить по S&P куда-то в систему, либо залогировать, ну, ввести, соответственно, какой-то лог-файл по этим сработкам, отправлять эту информацию, ну, в принципе, там удаленно посмотреть, что происходит. Замкнуты ли, разомкнуты в данный момент, соответственно, эта пара. А, соответственно, аут-порты, то есть, позволяют повесить какую-то, к примеру, сигнализацию в случае, там, обрыва, допустим, оптического линка или святой пары, там, на каком-то порту разъединения произошло, коммутатор выдаст аларм на, к примеру, проблесковый маячок. Про FastRing тоже пару слов. То есть, технология, которая позволяет достаточно быстро восстанавливать кольцо, то есть, есть какой-то участок сети, где есть необходимость зарезервировать канал, то можно создать кольцо, включить функцию FastRing на коммутаторах наших, и куча обрыва какого-то сегмента этого кольца, связь будет автоматически восстановлена по другому сегменту, и достаточно быстро это происходит, то есть, в районе 20 миллисекунд. Это означает, что там практически, ну, не практически, а это не рвется, значит, видеопоток от одного абонента к другому в процессе переключения. Также в наших коммутаторах присутствует функция DDM, Digital Diagnostic Monitoring на SFP-портах, то есть, если вы используете SFP-модули с данным функционалом, можно мониторить состояние оптической линии в конкретный момент времени, либо Tiberis Web-энерфейс, либо другими способами. Таким образом, у нас промышленная линейка коммутаторов состоит из шести моделей, там есть еще одна устаревшая, то есть из семи, по факту. Их объединяет, соответственно, то, что поддерживают они различные стандарты ПОИ, как активные, так и ряд моделей пассивные поддерживают. Есть оптические порты, есть сухие контакты, температурный датчик появился, ПОИ-ин появился, смартфон-жидок во всех L2 поддерживается. Как правило, два источника питания в коммутаторах поддерживается, фаст-ринг, защита от статистических скачков напряжения до 8 кВ, различная защита от электростатики с другой, крепление на один рейку и расширенный диапазон температурный от минус 40 до плюс 80. На данном слайде, собственно, таблица сравнения текущих актуальных моделей. На ней, наверное, останавливаться не будем, вы сможете посмотреть ее позже, изучить. Я могу, единственное, сказать, что ее необязательно искать в этой презентации. У нас относительно недавно открылся раздел на сайте, сейчас я попробую показать. Сейчас я останавливаю данную презентацию и покажу другую. Так, вот сейчас вот должен быть виден браузер мой. Соответственно, на Vitec, на Vitec.ru, если зайти в раздел решения, ну вот, к примеру, видеонаблюдение для бизнеса, в принципе, там есть таблицы, таблицы. Здесь у нас присутствуют линейки различного оборудования и их сравнительные таблицы. Можно достаточно оперативно, глянув на эту таблицу, выбрать необходимый вам коммутатор. По другим моделям. По другим. Мы оставим основной функционал, он ниже идет вот под этими таблицами. Достаточно удобно, поэтому прошу заходить, пользоваться. Так, сейчас я вернусь обратно на презентацию. Так, презентация должна быть видна. Алексей, видно же тебе, да? Да, все в порядке. Отлично, давайте тогда продолжать. Хотел напомнить для наших уже существующих партнеров, для, может быть, новых присутствующих. У нас есть такой замечательный партнер, компания Tachyon Climate из Санкт-Петербурга, с которой у нас есть интеграция промышленных коммутаторов в их решение. Соответственно, у них вы можете найти всепогодные узлы коммутации. Это такие комплексные решения с полностью артифицированной документацией, со всеми сертификатами. Значит, это решение, получается, собрано в России. Начинка может быть совершенно любая, там, практически как конструктор. Можно собирать, соответственно, то, что вам необходимо, там, и с аккумуляторами, батареями, с охлаждением, с подогревом. В общем, варианты достаточно широкие, обширные. Если у вас есть заказчики и партнеры, которым требуются вот такие серьезные решения, комплексные, можно обращаться, соответственно, к тахиону за приобретением. Эти решения могут поставляться не только как в обычных телекоммуникационных шкафах, но и в шкафах защиты от различных агрессивных средств и, собственно, в боксах, если необходима, защита взрывобезопасных, взрывобезопасная защита. Соответственно, такие варианты тоже есть. Давайте идем дальше, собственно, по новинкам. Следующие две модели. Это новая линейка POE-повторителей. До этого этой линейки не было у производителя, собственно. Первая модель – это VIP51E, собственно, повторитель, у которого четыре порта работают на выход и один на вход. То есть, четыре POE-аут-порта, которые POE выдают, и один порт POE-ин. POE-ин-порт до 60 Вт, собственно. То есть, соответственно, если вы подаете питание до 60 Вт через этот порт, то коммутатор выдает чуть меньше на своих четырех портах. Также у коммутатора есть дополнительный порт для подключения регистратора или какого-то другого оборудования. И есть возможность питания также данного повторителя от внешнего блока питания мощностью уже до 120 Вт. Наглядная схема, собственно, использования. Если данное устройство использовать как повторитель, то есть используем любой другой коммутатор с POE-портами, например, с портами БТ до 60 Вт, ну вот индустриальный коммутатор, о которых я говорил выше, можно их использовать. Либо другие модели. Соответственно, если мы подаем 60 сюда, то около 60, соответственно, выйдет иномбонентов. Также можно инжектор использовать в таком варианте. Если же данное устройство используется как коммутатор, то есть под нему внешний источник питания до 120 Вт, то, соответственно, этот повторитель уже будет до 120 Вт на абонентах. В этом случае, соответственно, питание от внешнего коммутатора не будет идти. То есть такое достаточно универсальное, которое, с одной стороны, можно использовать как повторитель, с другой стороны, как коммутатор. В зависимости от ваших задач. Модель повторителя это, соответственно, она с двумя пои-аут-портами до 30 Вт каждый, который может выдать, и один пои-ин. Он, правда, тоже до 30 Вт. Ну, вариант, понятно, по аналогии это такое. Соответственно, если мы подключаем этот внешний блок питания, то в максимуме он может потребить до 60 Вт, и примерно столько же. Соответственно, отличие его от старшей модели, то, что здесь есть еще переключатель Extents, то есть возможность подать питание и данные на расстояние до 250 метров до абонента. Он просто в виде переключателя на лицевой панели устройства. Интересная особенность такая, что данные повторители можно подключать каскадом, соответственно, это позволяет увеличить расстояние до конечного оборудования, до камер, и, в принципе, увеличивать количество подключенных камер. Хотя изначально мы используем всего один источник данных и питания, например, по инжектору, либо по экстракту, как он может стоять. здесь у меня слайдов нету дополнительных. Я хотел бы только отметить, что, в принципе, это позволяет, то есть эти повторители позволяют использовать избыточную мощность на отпои коммутаторов, то есть, к примеру, если у вас есть в сети с портами ВТ-шными или АТ-стандарта до 30 Вт, и вы понимаете, что у вас потребители достаточно мало кушают от этого порта, то можно этот порт развеселить на нескольких абонентов и увеличить тем самым емкость портов на данном устройстве. В этом, в принципе, мы видим некое широкое использование БТ-стандарта, потому что 60 и 90 Вт, хотя уже присутствует устройство в коммутаторах, но по факту абонентских устройств не так уж и много, которые потребляют такую мощность. Но вот можно использовать непосредственно таким образом, то есть расшивать порт на несколько портов. Руслан, я добавлю позволение в сценарии использования данного оборудования. Помимо видеонаблюдения часто бывает такое, что например, линия уже проложена, стоит какое-то оборудование в единичном количестве, например, это гостиница, где сделан ремонт, у нас были такие обращения, и нужно поставить еще дополнительное оборудование, а линию протянуть невозможно. Вот довольно-таки компактное оборудование, которое можно поставить и подключить второе дополнительное устройство, которое необходимо. Телефон, либо точка доступа, либо еще что-то. Все верно, это стандартно такое использование. Линк, либо, соответственно, подключить доп. устройства там, где нет возможности подключиться к источнику питания. Ну да, это частая проблема, когда линия одна, а оборудование нужно подключить много, протянуть дополнительную линию невозможно. Вот, такое оборудование можно использовать. Так, давайте идем дальше. Следующая новинка, это коммутатор во внешнем исполнении, во внешнем корпусе VEI-IPS 210G с индексом O. Это, ну, сейчас вот Алексей покажет, да, такой симпатичный бокс из высококачественного пластика с защитой IP65, соответственно, с комплектом монтажа и, соответственно, дополнительным питанием для дополнительного оборудования. Сейчас расскажу, о чем речь. Значит, внутри установлен коммутатор неуправляемый с 8 портами POE, каждый до 30 Вт, с двумя дополнительными портами для оплинка гигабитными. И вот, да, вот Алексей сейчас завернул, как раз тут хвостик такой, это для подключения дополнительного оборудования с 5-вольтовым потреблением. Общая мощность данного коммутатора до 120 Вт, соответственно, от внешнего источника питания 220 Вольт. Более наглядно, да, вот здесь я тоже на слайде показываю, то есть порта оплинка, как я уже сказал, вот сбоку расположена, потом идут 8 портов POE, но, значит, два из них они гигабитные, то есть до 1000 мегабит скорости и 6, соответственно, до 100 мегабит. И вот здесь присутствует DC-OUT с 5-ю вольтами. Это позволяет подключать дополнительное оборудование, к примеру, медиа-конвертер, оптический медиа-конвертер, который, как правило, питается от 5-ти вольт, то есть, если необходимо построить оптический линк, можно использовать дополнительное устройство. В принципе, здесь, как можно заметить, достаточно много места еще дополнительно внутри корпуса, куда можно и дополнительное еще оборудование поставить. Давайте идем дальше. Следующая интересная новинка, тоже пока такой линейки у производителей не было, это первенец коммутатор или преобразователь еще можно сказать для аналогового видеонаблюдения, который имеет на борту 4 BNT разъема для подключения видеорегистратора, 4 соответственно POE-порта Ethernet, который поддерживает выдачу 12 вольт для подключения камер, ну и 4 соответственно BL1, 4 переходничка для подключения соответственно аналоговых камер. При этом производителем заявляется совместимость со стандартами HDCVI, HDTVI, HD и TVC. схема использования как уже многие догадались выглядит следующим образом, то есть можно подключать данное устройство к аналоговому регистратору либо гибридному и соответственно с одной стороны с другой стороны подключать уже аналоговые камеры по витой паре. через переходники, которые идут в комплекте. Это позволяет во-первых использовать витую пару вместо кабеля коаксиального. Это может несколько сэкономить бюджет. Но основной момент, что в будущем на этом объекте можно использовать проложенную инфраструктуру на витой паре для апдейта данной системы до IP-шной. То есть уже заменить камерой и видеорегистратор на IP-шной. Инфраструктуру пассивную, то есть кабельную инфраструктуру уже менять не надо, потому что будет проложена витая пара. То есть это такой переходный вариант с аналога на IP, позволяет плавно перейти клиентам от аналога на IP. Сначала поменять инфраструктуру как сяло на витую пару, потом, когда деньги будут уже поменять сами камеры и регистратор на IP-шные. Так, ну и еще две новинки. Это обновленная модель гигабитного коммутатора, неуправляемого коммутатора VI-IPS 308G. Как многие уже знают, у нас есть достаточно широкая линейка 100-мегабитных коммутаторов и она тоже обновлялась и появлялась функция WatchDog, поддержка BT-стандарта, а вот теперь у нас в гигабитной серии тоже начинается постепенное обновление. Это первая модель, которая обновляется, соответственно, обновился порт один до BT-стандарта, теперь он поддерживает и появилась функция WatchDog. Ну, WatchDog здесь, как уже много раз отказывали, в неуправляемых коммутаторах попроще, чем в управляемых, но тем не менее он присутствует, то есть эта функция позволяет перезагружать в автоматическом режиме камеры. Настроить здесь уже по расписанию порты, выдачу питания на портах невозможно, но зато перезагрузка работает. Так, Алексей, ты у меня пропал совсем. Алексей, ты еще с нами? Пропал, я просто камеру, демонстрация оборудования у нас уже закончилась, мы вот этим не стали, поэтому я сейчас на себя переключусь. Собственно, линейка гигабитных коммутаторов выглядит следующим образом, как я уже сказал, это можно найти на сайте, сейчас не будем тогда останавливаться, но пока видно, да, что у нас в гигабитных коммутаторах пока только одна модель поддерживает BT-стандарт и Watchdog. В управляемых коммутаторах гигабитных там все поинтереснее, там собственно присутствует тоже и BT и Watchdog. И последняя новинка это инжектор, новый инжектор до 60 Вт, значит, это пассивный инжектор, 48 Вольт, но он совместим соответственно со стандартами AF, AT и BT, питание выдается по тем же парам, что и данные, ну и соответственно у него два порта, один поя-ауто, один обычный собственно Ethernet, инжектор гигабитный. Ну и в завершении пару слайдов, как обычно собственно приобрести данное оборудование можно в компании Epimatic со следующих складов, это Москва, Санкт-Петербург, Катеринбург и Новосибирск в России, на постсоветском пространстве это Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Узбекистан. Оборудование можно взять на тест, как самим непосредственно поговоряться, понастраивать, посмотреть как рамки, так и для демонстрации вашим заказчикам. Поддержка организована на нашей базе, то есть практически все линии, там первая, вторая, более глубокая, поэтому не стесняйтесь обращайтесь на саппорт либо на пресел за подбором оборудования, за подбором аналогов, за собственно помощью в написании ТЗ под конкурсы, есть возможность кастомизации оборудования под проект в зависимости от объемов проекта, гарантия на оборудование от 3 до 5 лет, на индустриальные коммутаторы 5 лет, на все остальное 3 года, и в принципе у меня на этом все, если есть вопросы задавайте, давайте голосом будем пробовать на них отвечать, я вижу, что в процессе презентации вопросов особо не было, в этом подбор États-Unis и все остальные и, 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 Продолжение следует... Можно найти в разделе инжекторов. Будет создана новая папка, либо обновим непосредственно текущую. Давайте я сейчас расшарю. Продолжение следует... Добрый день. Продолжение следует... 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 Спасибо. Я написал модель коммутатора в чат. Спасибо. Илья, уточните, о какой утилите идет речь для мониторинга? Вы имеете в виду по SNMP мониторинг? Спасибо. На данный момент такой утилиты нет, можно администрировать по SNMP, как управлять некоторыми функциями коммутатора, так и получать статистику. Сейчас производитель разрабатывает облачный сервис, так называемое облако, оттуда можно будет управлять всей инфраструктурой, как точками доступа, так и коммутаторами и Wi-Fi мостами. Спасибо. 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 Мониторинг – это событие, и далее уже сервер, SNMP сервер уже будет слать сообщения, либо SMS, либо на почту эти данные. Но это уже посредством SNMP сервера делается, не коммутатора. На коммутаторе нет возможности прописать e-mail или SMS, какой-то номер, куда слать SMS-ки. Данной функции нет. Облако, да, бесплатное. На данный момент мы его тестируем, нам уже дали туда доступ, но существующее оборудование пока еще не поддерживает добавление, управление с облако. Но вот с мая, с начала лета данное оборудование уже будет поступать в продажу. Финальную работу обещают закончить вот в мае, пока данные такие. Нет, SMTP строенного нет. Еще раз хотели поблагодарить, что участвовали в этой сети. Надеемся, что следующее будет уже в нормальном, автономарном режиме. Собственно, не болейте. До новых встреч. До свидания. До свидания.